Здравствуйте, дорогие друзья! 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 Среди субъектов Российской Федерации в рамках Сибирского Федерального округа нашу республику можно отнести в территорию с высоким уровнем развития малых предприятий. Республика Хакасия занимает первое место по Сибирскому Федеральному округу по объему произведенной продукции на малых предприятиях в расчете на отбор организации в 2004 году. Правительство республики уделяет большое значение поддержке малого бизнеса в рамках закона Республики Хакасия о государственной поддержке предпринимательства. Республики Хакасия ежегодно принимается программа поддержки малого предпринимательства. Республика является одним из немногих регионов России, где субъектом малого предпринимательства предоставляют все виды финансовой поддержки, микрокредитования, приборное кредитование предпринимательских проектов, субсидирование процентной ставки по дизиционным кредитам, предоставление государственных гарантий. Следовательно отметить, что в 2005 году улучшились финансовые результаты деятельности организации в основных секторах экономики. Увеличение сонтированного результатов отличалось практически во всех отраслях экономики. Благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура способствовала значительному росту внешних торговых оборотов республики, включая как экспорт, так и импорт товаров. Индекс патриотических цен, который определяет уровень инфляции, состоял в 109%, что ниже уровня прошлого года на 0,7%. Таким образом, устойчивый рост экономики и целенаправленная бюджетная политика по улучшению ситуации в социальной сфере привели к повышению уровня жизни населения. Среднемесячная заработная плата в октябре текущего года составила 8,5 тысяч рублей и увеличилась по сравнению с производительностью в периодах прошлого года на 32%. По состоянию 1 ноября текущего года отсутствует просроченная затворка по заработной плате из бюджета всех уровней. Остается высокая международная отраслевая дегенеризация заработной платы. Наблюдается превышение более чем в 5 раз максимального размера на целый низкий уровень. Вместе с тем остается низкая заработная плата в сельском хозяйстве и в лесном хозяйстве. Следовательно отметить, что за 10 месяцев текущего года уровень зарегистрированной безработицы снизился до 2,9% против 3,7% на вечную периоду прошлого года. В отраслях социальной сферы показали проявляться положительные тенденции, среди которых обновление материально-технической базы учреждений, осуществление мероприятий по модернизации сферы социальных услуг в области образования, здравоохранения и культуры, реализация мероприятий по вопросам оптимизации бюджетных расходов и реструктуризации соучреждений социальной сферы. В настоящее время в республике действует программа экономическое и социальное развитие республики Харкасия на 2003-2005 годы, целью которой является повышение уровня жизни населения на основе устойчивого экономического развития республики. За два года реализации программы в бюджет республики поступило более 2 миллиардов рублей дополнительных средств, созданных около 3 тысяч новых рабочих мест, при этом социальный интерес составил 148 миллионов рублей. Главным индикатором, характеризующим эффективность социальной программы мероприятий, стало снижение численности населения с денежными доходами, ниже и практически прожившего минимума. В 2004 году до 24,6% против 28,5% в 2003 году. По оценке текущего года, этот показатель будет равен 22,6%. Показатель общей раздаемости республики незначительно увеличился и составил 12 человек на 1000. При этом сельская местность родилась детей на 14% больше, чем в городской. Показатель общей смертности снизился по сравнению с прошлым годом на 9%. В республике с 2002 года наблюдается стабильное снижение младенческой смертности. Положительные факторы совместно усиливаются то, что материнская смерть призназилась на 25%. Продолжалось укрепление материально-технической базы здравоохранения. Велось строительство хирургических корпусов в Бурганской больнице Миней, Галиньяк-Галимишевской, и генемиологического отделения города Хабагани, Черногорске, лечебного корпуса в поселке Усть-Табага. Осуществлялась реконструкция зданий республиканского противооткоплезного диспансера, республиканского центра по протилактике и борьбе со спидом, здания республиканского кожного и видеологического диспансера, патронологический диспансер. Проведены капитальные ремонты лечебных учреждений, закупленные медицинские оборудования в техниках «Санитарный транспорт». Выполнение мероприятий программы в социальной сфере по итогам двух лет состояло 84%. В рамках программы социально-экономического развития Республики были реализованы мероприятия, направленные на формирование благоприятного социального климата, в том числе на улучшение медико-демографической ситуации и состояние здоровья населения, повышение качества образования, сохранение накопленного культурного потенциала. За истекший период введены образовательные школы в поселке Копьево, Рождественского района, на 834 места и в городе Абакане на 1040 метров. В сельское место введутся работы посредством новых школ. Замена варенья продолжается строительство второй очереди школы на 600 мест в селе Балыхса, Рождественского района. Введены в эксплуатацию детская художная школа и гостиница в Санкт-Петербурге, в Санглорске, в специальной коррекционной школе интернат спальных отпусков с селями Белый Ярд и Рождественского района. Проведена реконструкция зданий Черногорской школы-интерната для детей, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для создания условий доступности и качества обучения сельских школьников в рамках Санглорганской целевой программы «Школьный автобус» приобретено 27 автобусов. В текущем году продолжено работать над развитием и реализацией культурного и духовного потенциала республики. Построены и введены в строй два дома культуры в селе Изыске-Боги, Алтайского района и в селе Буркушево-Бейского района. Два сельских клуба в селе Березовка и в деревне Бейбулу. За счет республиканского бюджета на проведение капитального ремонта республиканского учреждения культуры выделено 8,5 миллионов рублей, что на 30% больше 2004 года. Это позволило ремонтировать такие учреждения, как Республиканская национальная библиотека имени Доможакова, Хакасский национальный театр «Уголосказская», Центр культуры и народного творчества имени Кадышево-Республиканский русский, Русский республиканский театр «Уголосказский» имени Доможакова. В республике Хакассия проводится среднеправленная работа над решением основной задачи по социальному обслуживанию престарелых и инвалидов. Удалось сохранить и в настоящее время развивать сеть учреждений для престарелых и инвалидов. В столице республики ведется строительство дома-интерната на 292 места, год которого ожидается в 2007 году. Тем самым создаются необходимые условия для обеспечения доступности и приемлемого качества социального обслуживания. Несмотря на высокой изношенности объектов инженерной инфраструктуры, реализация мероприятий программ позволила обеспечить беспрепойные теплоснабжения жилищного входа и объектов в социальной сфере в отопительный сезон. В рамках федеральной церкви программы сокращения развития в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации на 2002-2010 годы и до 2015 года финансировалось строительство объектов инженера и инфраструктуры. Реконструкция сети водопровода в городе Черногорске в протяженности 14 километров. Канализационные очистные сооружения поселка Копьева, артиллерийского района, мощностью 700 кубических метров в сутки. С 2005 года финансируется строительство объекта ЦЭК по механическому обезвоживанию осадково-искультарского государственного гектарного предприятия Хакаса Рес-Водоканал, Пусть-Табаканского района. Необходимо отметить, что реализация мероприятий социальной направленности была обеспечена дополнительным поступлением в бюджет от реального сектора экономики. Уважаемые товарищи, несмотря на улучшение некоторых показателей социального развития, существуют проблемы, которые до конца еще не решены. К ним относятся высокий уровень регистрируемой безработицы, сложная демографическая обстановка, высокий уровень заболеваемости социально значимыми болезнями, низкая обеспеченность населения жильем, высокий износ жилищного фонда. Для решения сосуществующих проблем в правительстве Республики разработана программа социально-экономического развития в Республике Хакаса 2006-2010 годы, основной целью которой должно стать повышение уровня и качество жизни населения Республики. Для достижения этой цели предполагаются четыре приоритета для проблем социально-экономического развития. Это обеспечение высоких темпов экономического роста, содействие развитию человеческого капитала и снижение бедности, обеспечение населения доступным жильем, развитие жилищно-коммунального хозяйства. Мы уверены, что в результате выполнения вышелкатных мероприятий программы экономическое развитие Республики благоприятным образом отразится на повышении уровня и качества жизни населения. Всем известно, что одним из основных показателей, характеризующих социально-экономическое положение является оболовой региональный продукт. К 2010 году в Республике Гаркасе планируется увеличить его на 28,1% по сравнению с 2004 годом. Прирост промышленного производства в самостоятельных ценах в 2005-2060 годах составит 44,3%. Увеличенный темп роста производства сельскохозяйственной продукции Республики на 1,5%. К 2010 году объем инвестиций в основе капитала возрастет на почти 150%. Дополнительное поступление налоговых платежей ежегодно составит в федеральном бюджете 68 млн. рублей, в региональном бюджете 229 млн. рублей. Планируется создание более 8 тысяч новых рабочих мест и сохранение 17 тысяч существующих. В этом случае годовой социальный эффект составит 2,2 млрд. рублей, а в инвестиции безработицы снизится до 2,7%. Реальные располагаемые денежные доходы должны возрасти на 31,6%. Уважаемые коллеги, следующее, что все наши планы можно претворить только сообща, объединяющие усилия общественности и органов власти всех уровней. И в этом отношении считаю, что немаловажную роль отводится общественная палата Республики Хакасия. Возвращаю внимание. Уважаемые члены общественной палаты Республики Хакасия. Алексей Иванович в своем докладе отметил, что главным результатом социально-экономической политики правительства Республики Хакасия за последние годы является последовательное повышение уровня жизни населения, снижение социального неравенства, сохранение и преумножение национальных ценностей общества, усиление экономической и политической роли Хакасии в Российской Федерации, а также сохранение гражданского согласия и стабильных межнациональных отношений в Республике. В решении данных вопросов правительство Республики Хакасия придает большое значение взаимодействию с общественными объединениями, считая это направление в своей работе одними из самых важных. Именно поэтому в 1999 году была образована Общественная палата Республики Хакасия, консультативно-совещательный общественный орган, оказывающий содействие правительству Республики Хакасия в решении экономических и социальных проблем с учетом мнения всех субъектов гражданского общества. 1 июля 2005 года, как вы знаете, было подписано очередное соглашение о социальном партнерстве, гражданском мире и согласии между правительством Республики Хакасии и общественными объединениями на 2005-2008 годы. Соглашение подписали 60 руководителей общественных объединений и руководителей региональных отделений политических партий. Согласно решению президиума Общественной палаты Республики Хакасия, от 6 октября текущего года руководители региональных отделений политических партий не входят в состав Общественной палаты. Таким образом, Общественная палата Республики Хакасия в настоящее время состоит из 53 руководителей общественных объединений Республики, подписавших соглашение. Деятельность Общественной палаты осуществляется на основании положения в Общественной палате Республики Хакасия, в проект которого прошло всестороннее обсуждение в секциях палаты. Затем предложения, поступившие от руководителей общественных объединений, прошли правовую экспертизу в Государственном правовом комитете Республики Хакасия. И 13 октября положение утверждено Президиумом Общественной палаты. Уважаемые участники заседания, Основными задачами, над которыми предстоит работать Общественная палата Республики Хакасия в 2005-2008 годах, являются реализация соглашения о социальном партнерстве в гражданском мире и согласии между правительством Республики Хакасия и общественными объединениями, согласование интересов и мнений участников соглашения, а также установление конструктивного диалога между общественными объединениями, органами государственной власти и местного самоуправления Республики. В соответствии с возможными задачами Общественная палата призвана осуществлять следующие функции. Обсуждать наиболее актуальные вопросы экономики, политики, культур и общественных отношений Республики Хакасия. Информировать правительству Республики о проблемах и основных направлениях общественной жизни. Разрабатывать предложения и рекомендации по вопросам реализации соглашения. Взаимодействовать с Общественной палатой других регионов РФ, а также с Общественной палатой РФ. Уважаемые коллеги, за 6 лет, прошедших после подписания первого соглашения, в Хакасии накоплен определенный опыт взаимодействия органов исполнительной власти и общества. Общественная палата Республики на протяжении всех этих лет помогала правительству Республики решать задачи создания условий для реализации конституционных прав и свобод, защиты законных интересов граждан, соблюдения баланса интересов общественных объединений и правительства на основе взаимного доверия и уважения. С полным основанием можно сказать, что совместными усилиями многое сделано для поддержания стабильных межнациональных отношений в Республике. В настоящее время в Республике действуют 39 национальных общественных объединений, выражающих национально-культурные интересы различных этнических общностей. 15 из них входят в состав Общественной палаты. Как вы знаете, закон об общественных объединениях РФ разрешается деятельность общественных объединений без государственной регистрации. Поэтому в цифре 39 есть и те организации, которые на сегодняшний день активно работают, но не зарегистрированы в установленном законодательственном порядке. Это такие организации, как Чувашский культурный центр, это такая организация, как Общество русской культуры и другие. Большое внимание уделяется взаимодействию органов государственной власти с общественными организациями социальной направленности, особенно с теми, которые призваны защищать права наиболее уязвимых слоев населения. Это Харказский республиканский совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Харказская республиканская организация, Общероссийская общественная организация Всероссийского общества инвалидов, Харказская республиканская отделение Общероссийской общественной организации Российской Красной Крест и другие. После перечисляти и перечисляти. Рассматривая вопросы взаимодействия органов государственной власти, Республики и общественные объединения необходимо отметить, что члены правительства регулярно участвовали в заседаниях президента общественной палаты, на которых вырабатывались совместные решения. Многие руководители общественных объединений, члены общественной палаты, активно работают в комиссиях при правительстве Республики Хакаси, таких как комиссия по помилованию, координационный совет по межнациональным отношениям при правительстве и других. Нелетко, когда именно по инициативе общественности перед органами законодательной и исполнительной власти республики поднимаются проблемы совершенствования на роботизно-правовой базе, содействующей развитию взаимодействия и сотрудничества власти и гражданского общества, оказания финансовой и информационной помощи. Мы думаем, что такая практика совместной работы, когда применяются различные формы, будет продолжена. Следует отметить, уважаемые руководители общественных объединений, что правительство республики Хакасия, и я навстречу вам в решении многих вопросов, при этом действует строго в рамках закона. Бывает обращение и предложение представителей общественных объединений, которые невозможно удовлетворить в соответствии с действующими законами. Поэтому в этих отношениях, мы думаем, с вашей стороны будет понимание. Подчеркну еще раз, правительство республики Хакасия всегда готово к конструктивному диалогу с общественностью. С 1 июля текущего года началась свою деятельность общественного палата уже нового состава. За истекший период проведены следующие организационные мероприятия. Члены палаты распределены по секциям. Проведены выборы руководителей секций и их заместителей. Как уже было отмечено выше, доработано и принято положение в общественной палате республики. Кроме этого, в октябре и ноябре текущего года проведены мероприятия по участию республики Хакасия в формировании общественной палаты Российской Федерации. 22 ноября делегация республики Хакасия приела участие в конференции межрегиональных и региональных общественных объединений Сибирского федерального округа по выдвижению кандидатов в общественную палату Российской Федерации от регионов. Данная конференция проходила в городе Новосибирске. Делегация состояла из 20 руководителей и членов региональных общественных объединений. Кандидатом в общественную палату Российской Федерации от Сибирского федерального округа избран представитель республики Хакасия Майнагашин Григорий Ильич. Заместитель председателя Хакасского регионального общественного движения родов Хакасского народа и известного у нас в республиках Республиканский Совет Старейшин. Обобщая опыт прошлых веков и ваши предложения, на сегодняшний день предлагается структура общественной палаты республики из шести секций. Общественное объединение в области социальной защиты, общественное объединение в области образования, науки, культуры, журналистики и искусства, женские общественные объединения, молодежное общественное объединение, национальное общественное объединение, спортивное общественное объединение. При этом, если во время действия настоящего соглашения, а соглашение еще раз напоминаю на 2005-2008 годы, появится предложение об организации новой секции или переименований, то президент общественной палаты может положительно рассмотреть данное предложение. К сведениям, уже сегодня поступило предложение реорганизовать секцию женские общественные объединения в секцию общественной организации в области материнства и детства. С целью повышения эффективности работы общественной палаты, обеспечением участия каждого ее члена в решении основных вопросов, предлагается перед рассмотрением вопросов на президенте палаты, рассматривать их на заседаниях секции. Тем самым, на наш взгляд, мы обеспечим общественности открытый и широкий доступ к информации и наиболее полно используя функции общественного объединения. Поэтому, уважаемые члены общественной палаты, просим представить ваше предложение в план работы секции палаты и ее президиума до 20 января 2006 года. Это должны быть те вопросы, которые действительно волнуют вас и требуют совместных решений. Следует отметить, что осознание важности сотрудничества с общественностью происходит и в муниципальных образованиях Республики Хакасия. В настоящее время действуют общественные палаты в городе Сайногорске, Ширинском, Бейском, Алтайском районах. В городе Черногорске и Таштубском районе готовятся к подписанию очередных соглашений о социальном партнерстве в гражданском мире и согласии с общественными объединениями. Можно порекомендовать всем муниципальным образованиям изучить опыт взаимодействия органов муниципальной власти и общественности города Сайногорска. И сегодня у нас в работе общественной палаты принимают руководители Вышеоказанных общественных палат муниципальных образований, которые являются членами председательной общественной палаты Республики Хакасия. Таким образом, на ближайшие три года предлагается рассматривать социальный партнерство как высшую форму взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления Республики Хакасия с общенными объединениями. Членов правительства Республики Хакасия регулярно информировать членов общественной палаты Республики Хакасия об основных направлениях деятельности республиканских органов исполнительной власти, учитывать предложения общественных объединений по повышению эффективности работы в министерствах и ведомствах. Рекомендовать органам местного сообщества Республики Харкази привлекать общественное объединение к решению вопросов местного значения. Активнее использовать такие формы работы, как круглые столы, гардеренции, семинары, совещания и т.д. Совместно с членами Общественной палаты Республики Харкази. Регулятор осуществлять обмен опытом работы руководителей общественных объединений, входящих в состав Общественной палаты Республики. Рекомендовать руководителям следствия массовой информации Харкази пропагандировать положительный опыт работы общественных объединений. Спасибо за внимание. Уважаемые члены Общественной палаты, приглашенные. Секция по социальным вопросам, объединяющая более 10 общественных организаций, будет делать все от нее зависящее для выполнения подписанного нами соглашения по социальному партнерству в гражданском мире и согласия между правительством Республики Харкази и общественными организациями. Вот этого только выигрывает наша общая идея и социально слабо защищенная часть населения, особенно люди старшего поколения. В Республике сделано немало решений социальных вопросов, но нерешенных проблем еще много. Это повышение размера пенсии до уровня прожиточного минимума. Это недопущение дальнейшего роста тарифов на электроэнергию, услуги ЖКХ, квартплату, услуги связи, обеспечения сохранности дачных участков, особенно ветеранов, скота частного сеткера на селе, где страдают в основном наши пенсионеры, обеспечения нуждающихся лекарствами согласно Федерального закона 122-го. Совет ветеранов по нерешенным проблемам сделало несколько обращений правительству Республики Харкази и федеральные органы власти. Единственная просьба правительства нашей Республики, как-то заинтересованные органы власти, кому поручено разрешение по нашим обращениям информировали общественные организации о принимаемых мерах. И второе, при решении социальных вопросов или разработке социальных программ советовались с общественными организациями, приглашали их на разработки этих программ и принимали решение только после, с учетом мнения общественных организаций. Пока в этом вопросе у нас стыковка настоящей не получается. И второе, последнее. Я еще раз обращаюсь к этой высокой трибуне. Нашим Министерством здравоохранения и социальной защиты. У нас очень усложнена процедура получения льготного рецепта. Выписывает, выписали рецепт, срок действия ограничен, в аптеках нужного лекарства нет, проходит это время и снова приходится повторять это хождение. Второе. Например, для получения компенсации за уголь требует орган социальной защиты копию паспорта с пропиской, копию вкладную книжку от банка и ее копию, удостоверение дающее право на льготы для инвалидов справка Бюро медико-социальной экспертизы и ее копию, накладную или приходный ордер, кассовый счет. Если сегодня у нас отказались более 35 тысяч от социального пакета, главная причина в ответах в вождении по мукам, я должен сказать, что это продуманный марафон, выдержит не каждый здоровый. А мы гоняем из аптеки в аптеку людей в возрасте за 70-80 лет. Я думаю, мы 4 года работаем с правительством. Это удачная форма, ведь общественная организация имеет возможность высказать свои мнения, предложить правительству. Поэтому я считаю, что в этом плане Совет ветеранов будет работать еще более активнее и как-то обогащать общими усилиями вот хорошо продуманную форму общения с правительством. Возвращаясь к теме, походу два слова скажу, говорят, что такое много и мало. Два волоса, наверное, мало, а супе много. Вот было, в прошлом году было 8 миллионов было, не 9 миллионов было, а на лекарства было мало. В этом 72 миллиона потратили. Маловато люди. То есть 8 раз, поэтому, за них было повысить, но мало. Я, походу, не делаю замечание, потому что там 35-70% у нас отказалось не в тысячах, а в 35-70% от всех. Настолько тысячи, конечно, нет, социальных пакетов. Это, примерно, 30-40%, 40-50-60% отказались. Это позволяет вполне нам, конечно, обеспечить социальные пакеты, 75 людей, подлигаться с людьми, пазл сохранить. Слово представляется Майна Грашев, Егор Ильичев. Распециализирует специальный республика Совета Старичного провалюции акцины национальной и общественной объединения. Сажитесь. Уважаемые люди, уважаемые члены общественной палаты и приглашенные, мы живем в многонациональной республике, как раз все, где сложилось гражданское согласие, не возникают особых межнациональных конфликтов, где органы власти всех уровней не остаются без участия к проблемам общественных обещаний и международных групп. В республике сегодня Госкомитет по межнациональным отношениям преобразован министерство региональной политики республики Хакасии. Это статус намного выше. Это дает возможность сегодня координировать деятельность всех общественных объединений республики Хакасии, чтобы еще больше усиливать работу по сохранению мира и согласия между народами живущими на территории республики Хакасии. Министерство региональной политики, хотя оно немногочисленное по своему составу, но очень активно работает. Сегодня оно оказывает сотрудничество, осуществляет сотрудничество со всеми национально-общественными объединениями. И оказывает практическую помощь, действительно, так оно и есть, концентрирует по законодательной нормативной базе. Сегодня все общественные организации объединения граждан, они действуют тоже в рамках соответствующих законов и законодательных нормативных акций. Сегодня правительство тоже работает в рамках законов и нормативных акций. Поэтому все находятся в едином правовом поле и многие сегодня вновь образованные общественные объединения не состояния глубоко изучить положение нормативных возможностей граждан и конституционных прав. Поэтому в этом вопросе Министерство региональной политики дает действительно практическую помощь. Проказывает также организационную методическую помощь в проведении общественных мероприятий. Это тоже пропадает участие органов исполнительной власти практически и это тоже бывает трудно. Сегодня очень немаловажно имеет значение прогнозируемое общественное мнение населения республики Акаси. Если мы хотим, чтобы в мире согласия и благополучия и стабильность республики было, и рост благосостояния, и стабильность и в мире согласия невозможно. Поэтому надо постоянно отслеживать эту ситуацию. Поэтому в этом направлении министерства региональной политики тоже работают достаточно очень успешно. Работа общественной палаты республики Акаси Городационного Центра по межнациональному отношению при правительстве республики Акаси безусловно сабвизирует межнациональные отношения. Сегодня мы когда все межнациональные общественные объединения рассматриваем, сегодня мы приступаем и должны составить программу действий и главные мероприятия на 2006 год. Конечно мы эти вопросы все рассмотрим и в соответствии с действующей рамкой закона мы будем вносить конкретные предложения правительства и будем принимать активно участие в реализации этих главных мероприятий. Сегодня это факт то, что республика Акаси традиционно проводится в дни славянской письменности культуры, в дни тюркской письменности культуры республики Акаси, в дни немецкой культуры языка республики Акаси, в дни польской культуры и другие мероприятия направлены на развитие этнических сообществ и учреждения на территории республики Акаси. Это очень важно. Возрождение народа всегда идет о духовности. И вот эти мероприятия они будут и постоянно наверное в плане нашей секции работы иметь одно из основных направлений. Духовное возрождение это дает возможность развиваться в нашей жизни. Отдельную благодарность хотелось бы выразить правительство республики Акаси в отношении того от хакасского региона на общественное движение народов хакасского народа. Республиканцы советуют старшим за то, что стало традиционным проведением республиканцев праздников Челбазы. Сегодня Челбазы это государственный праздник, правда не выхватывая, но государственный праздник. И этот праздник объединяет всех народных живущих на территории республики Акаси. Постоянно традиционно проводятся и программы. Это тоже мероприятие, которое объединяет людей, и это важно, чтобы на эти мероприятия все общественные организации объединением участвовали. В этом году при поддержке правительства республики Акаси проведено расширенное заседание Совета старейшим республикам Акаси. По сохранению хакасского языка состояния перспективы. Сегодня хакасский язык международной организации ЮНЕСКО призвано и включено в качестве не исчезающих языков. Сегодня хакасский язык по конституции является государственным языком, но функционально сегодня он, конечно, этот язык не может так развиваться, как бы хотелось именно хакасского хакасского коренного народа. Поэтому расширять функционально язык, он будет расширяться только тогда, когда будет свое издательство. Сегодня национальное хакасское книжное издательство имеет все основания и успехи для развития изданий, учебников, произведений, писателей, художников, этих композиторов, потому что по инициативе Совета Старейшин Республики Хакасии сегодня создана материально-техническая база хакасского национального издательства. Привлечены за шанс консульской помощи где-то миллион, более миллиона двести тысяч оборудования закупили. Сегодня мы включили и ваши предложения правительства вложить бюджет изданий национальных учебников. Произведений писателей наших национальных издательств. Это тоже один шаг в улучшении вот этой ситуации. В этом вопросе конечно правительство Республики Хакасии оказывает большую поддержку. Республика Совета Старейшин выделили оборудование помещения в центре вода, в котором также работают и лиги хакасских Сэрчин Аутеналь оказывает помощь становленной издании национальным хакасским учебникам. Увеличить показ спектаклей на хакасском языке. Мы надеемся, что будут выделены средства на издание хакасского русского словаря. Потребность в этом у многих есть. Сегодня люди, которые живут на территории хакасии, хотят знать и понимать хотя бы на уровне готового понимать язык коренного народа. Поэтому необходимость издания такого русско-хакасского словаря уже наставы. Мы выражаем надежду, что в дальнейшем мы в этом направлении получим поддержку администрации. и правительство республики хакасии. Хакасский народ благодарен правительству и администрации Северского района, где создан сегодня единственный в мире так называемый Узей одного камня. Здесь более 50 лет общественность поднимала вопросы о возвращении святыни на историческое место. И на всех сетях хакасского народа этот вопрос постоянно поднимался ставится. И в этом году мы эту работу завершили. Это благодаря преувеличению я скажу, что приличным участвовал Алексей Иванович. Это целая сложная проблема была, потому что вот этот экспонат, памятник истории проекта культуры наследия входил в состав реестра российской памяти и чтобы все эти вопросы проезжать без помощи конечно Алексей Иванович не смогли это сделать. Но это удалось сделать и мы его восстановили на свое историческое место. Мы выражаем надежду, что в дальнейшем проект тресную Хакасу будут поддерживать наследие национальное общественное объединение. В феврале 2006 года планируется проведение 21-го сезда Хакасского народа. Мы просим правительство сегодня оказать поддержку в проведении организованного проведения этого большого мероприятия для Хакасского народа. Среда общественная палата входящих всех сил национально- общественное объединение предлагает действительно поддерживаем мысль высказанная здесь на этой серии трибуны проведение тематических столов консультаций с участием представителей органов государственных власти и общественных мастерских объединений. Участие в разработке и обсудении республиканских законопроектов. Я хотел бы сегодня остановиться именно на этом вопросе. Сегодня многие субъекты Российской Федерации приступили к разработке законодательной основы для деятельности общественных палатов субъектов Российской Федерации. И нам и членам общественного параллата тоже за это работают. Надо приниматься, изучить опыт соседних регионов. Любая деятельность основывается на законодательной основе. Сегодня у нас общественная палата руководств действует только на основании положения общественной палаты. Сегодня надо думать о том, чтобы общественная палата имела законодательную базу. Привлечение общественных национальных объединений к участию государственных программ. мы должны активнее выходить в правительство со своими предложениями и обоснованиями, расчетами полностью и принимать непосредственное участие в практической реализации этих планов и мероприятий, которые мы делаем на себя. Здесь может быть с правительством помогло только законодательной, консультативной, методической и финансовой поддержкой. Остальное мы должны работать и выполнять сами. Завершая выступление, выразить благодарность сотрудникам Министерства Межрегиональной Политики. Это Министерство хоть и немногочислено по своему составу, но очень сегодня действенно работает. Я бы сказал, объединяет и является координатором действий многих и помогает оказывать практическую помощь. И пожелать им в этом новом году 2000 благополучия и ученик, чтобы они также подворно работали с 2006 годом. Благодарю им в этом работе. АПЛОДИСМЕНТЫ Проблема за безвремя Львови Петровне, прецедент Роказской оригинальной общественной организации «Союз Женщины Республики» Акасия, руководитель сельскохозяйственного общественного объединения. Добрый день, уважаемые участники заседания общественной палаты. Хочу в преддверии Нового года поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать всем здоровья, мира и добра. Работа общественной палаты, конечно же, имеет свой большой плюс. Потому как общественные объединения, которые заключили соглашение о партнерстве, мере и согласии с правительством Республики Акасия, добросовестно выполняют свои функции и полномочия. О том, что много сделано общественными организациями, которые входят в нашу секцию. Это и клуб деловых женщин, которым возглавляет Ольга Александровна Левченко, и Лига Хакасских женщин Алтыная, которым возглавляет Кирчичакова Дмитрия Михайловна. И женские советы городов и районов, и женские советы поселков. Основная задача нашей общественной организации – это помощь семье и детям. Когда-то мы с вами решали задачу выплатить детские пособия, мизерные. Сегодня такой вопрос у нас в Республике не стоит, благодаря тому, что сегодня, наверное, вот здесь, в этом зале, сидит самая грамотная часть нашего гражданского общества. Те люди, которые занимаются общественной работой. Мы подвигали эти вопросы. Вот сегодня, благодаря, наверное, предложениям правительства, пособие хоть чуть-чуть, но увеличено. Теперь пособие на ребенка 130 рублей, хотя мы просили увеличить как минимум до 600 рублей. И тем не менее, сегодня при всем том, что принят бюджет развития в Республике, очень много неблагополучных семей, очень много детей, которые нуждаются в защите и помощи. В силу возможности общественность помогает. Но это очень мало, потому как финансовые возможности общественных организаций, ну, как минимум минимальные. Те общественные организации, которые имеют эти средства, они, конечно, помогают. Но мы когда-то на всех заседаниях обращались в президиум, в председатель общественной палаты. Нужна страничка на радио, нужна страничка в газете «Хакасия», которая бы освещала работу всех общественных объединений. Целенаправленно, из газеты в газету. Все население Республики должны слышать о том, что же делают общественные организации и какой от этого результат. Чтобы о деятельности общественности не слышать только в момент выборных кампаний. Тогда, когда это мощно падает потоком со всех газет, и желтой прессы, и нормального отношения людей к газетам. Поэтому общественные организации нашей секции еще раз просят, Алексей Иванович, не знаю, каким образом, газеты, которые могут давать такие площади, вот сейчас, наверное, Льву Фосимовна, в вашей лице мы бы хотели получить поддержку. Когда-то была такая страничка радио «Женщина и современность», которая освещала все вопросы деятельности и помощи. Если говорить вообще о работе общественных объединений, то это очень много времени уйдет. Я только хочу высказать вот такие предложения. О том, что мы конструктивно сотрудничаем со всеми министерствами блока социальной защиты, образования, здравоохранения, это ни для кого не секрет, в газетах и на радио освещается. Но, как уже сказал Алексей Федорович, как будто мы начинаем вместе работать, а итоги подводим Росю. То есть много проводим совместных мероприятий, а когда дело доходит до подведения итогов, то министерства и ведомства сами их подводят, и как будто бы не касается, что общественность каким-то образом много или мало помогала в решении каких-то или иных вопросов. Мы много говорим о том, что сегодня выросла численность чиновников, как будто бы их сокращали. Вот в ситуации такой, когда объединили сегодня Управление социальной защиты городов, районов, министерства социальной защиты, попали по сокращению психологи, которые сегодня так нужны семьям, оказавшихся в трудных таких ситуациях жизненных. У нас очень много детского суицида. Матери нуждаются в поддержке. Они приходят в общественную организацию, где нет психолога, где на общественных началах руководители возглавляют общественное объединение. Поэтому это один из моментов нашей будущей деятельности. Ну и такой положительный момент других субъектов, Алексей Иванович, я к вам обращаюсь. Я хорошо знаю закон о общественных объединениях. Мы неоднократно обращались за какой-то минимальной поддержкой правительству. Да, как сказал Григорий Ильич, мы живем сегодня все в правовом поле, должны соблюдать закон. Но в других субъектах этот же закон используют. И тем не менее, руководители субъектов находят возможность поддерживать финансово те общественные объединения, которые оказывают большую помощь правительству не только в подписании договоров о партнерстве, не только в каких-то общественных общих мероприятиях, но и конкретно нам нужна какая-то маленькая хотя бы финансовая поддержка. Ну и последнее такое большое нам предположение, Алексей Иванович, от всех женщин из публики. Да, конечно, проблемные семьи, семьи с детьми, родинами. Их не так много, хотя есть. Семьи с детьми, одаренными, это тоже один из слоев населения. Мы проводим для них праздники, а основная это масса семей обычных. Мы отменили и забыли такие большие республиканские праздники, как День матери, как День семьи, 8 марта. Поэтому хотелось бы, чтобы на следующий год в план работы внесли не только круглые столы с малым количеством представителей от районов и городов, но и каким-то образом праздники должны быть. Работа общественной палаты, это, конечно, большая, трудная работа. Но мы постараемся, Любовь Иосифовна, и вас не подвести, председателя правительства, при вашей поддержке, не только моральной, но и материальной, и дальше работать. Так, чтобы согласия и благополучие, главное благополучие населения нашей республики было больше. Спасибо. Ну, спасибо. Все эти, мы вам, конечно, не дадим их приятного, не надейтесь, чтобы вы не поругались друг с другом, кто больше, кто меньше. Поэтому продолжайте спрашивать, когда-то вы делите, мы сходили в организации, я представил, что у вас что больше, у вас что дадите, вы сходили в организации, вы что не получите. Общественной организации, читайте еще лучше закон, читайте, читайте, пока я не уйду, ничего не получится. Это будет по-честному. Так, а слово Дадима Баранова и Доктория Кирилловна, представитель Украинского фруктурального общественного фонда, Российский фонд мира, руководит секции «Общественное объединение о пульте-образовании, науке, культуре, культуре, культуре и искусстве». Уважаемые члены Общественной палаты, уважаемые члены Кирилловны, наша секция включает 12 общественных объединений, и все они работают в тесном контакте друг с другом. За этот год нами проведено 76 объединенных мероприятий, из них и юбилейные вечера, бочные встречи, выставки, концерты и так далее. И самое значимое из них — это 90-летие Словиной Сары Даниловны, первого руководителя Хакасского национального ансамбля «Жарки». Это участие в Большом празднике года 60-летия Великой Победы. 65-летний юбилей народного артиста из кубики Хакасия «Чарты Головного Герасимовича», участие в подписании соглашения о социальных подместках между правительством и общественными объединениями, участие в Третьем международном футболго-этиническом фестивале «Театрский кукол» «Празднение дня города Абакана», участие во Втором международном симпозиции «Четхан. История со всеми». Во Второй выставке подлинных картин Рериха «Гималайи» 60-летие народной артиста Республики Хакасия Нина Серафимовна и Демешевна, юбилейный концерт Криштимова и Кривикова «Народных артистов России», 40-летний юбилей художественной школы города Абакана и Демешевна. Хочется отметить, что наша работа проводится в тесном взаимодействии и контакте с другими общественными объединениями и секциями, например, в области социальной защиты, которую руководит Трошкин Алексей Федорович. Мне хотелось бы представить несколько слов благодарности председатель правительства Республики Хакасия, председатель общественной палаты Республики Хакасия Репетер Алексею Ивановичу, со словами благодарности и подарками, выступит сейчас председатель отделения Российского фонда культуры Тинникова Юлия Константиновна и председатель Хакасского регионального рейтинского общества Святосов Виталий Викторович. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Уважаемый Алексей Иванович, члены декоративных, Александр Иванович, уважаемые декоративные общественные палаты, Реальная жизнь нового века ставит нам, множество вопросов, нам, и всем нам, и правительству, множество вопросов, которые мы сталкиваемся на сегодняшний день в реальной жизни. И также эти вопросы, которые стоят в людях, общая организация и экономика. Такие, значит, вопросы, которые мы решаем в людях, в людях, где идеи, и правильные идеи культуры и искусства, мы порой не в состоянии разрешить их самостоятельно. Анигольские специалисты в области культуры и искусства прижимают на сегодняшний фактор кризисного состояния с реальной маркетинской культуры и искусства. На сегодняшний фактор объекта культуры и искусства в соответствии с уровнем 60-70-х годов. Также текущий специалистов дипломеров в музах культуры и искусства отсутствует направление менеджмента культуры. И также низкий социальный пакет статуса для деликатуры и искусства и сфотографии и фоказы. Вот основные проблемы, к которым мы хотели бы обратиться и просили обратить внимание на эти вопросы. Низкий такой. Очень важный вопрос, как научить ребенка, взрослого петь, танцевать, рисовать, учиться в музыке, играть на музыкальных предметах. Это очень важный процесс в жизни человека. И, что мы говорим с другими жанрами искусства, где на сегодня более 50 жанров искусства, специалисты обладают. Это очень сложно. И это огромная титаническая работа. Мы работаем с людьми и живыми, и человеческими факторами. Это очень важный титанический труд, который мы справимся с мостами, и мы состоянием это решать. В этом мы обращаемся, уважаемый Алексей Иванович, разрешить духовное развитие в нашем обществе, обретить на это внимание в вопрос финансирования и так же социального станции работников культуры. И чтобы они разрешались удачно по поручению в российской областной культуре, в лице Никита Сергеевича Михайловна по благословению и святейшему патриарху Рождественской России Алексею Второй, знанием правительства, философский труд, познание народной мудрости, Библию. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 наше знание, наш опыт в области работ с молодежью. А его накопилось на сегодняшний день достаточно много. Например, три недели назад мы проводили с министерством региональной политики семинар в области национальных и общественных молодежных объединений. А этот опыт достаточно уникален, и в России я знаю все несколько регионов, которые проводят подобные семинары. А сегодня у нас мы приехали только что в семинар по молодежному предпринимательству. Такого России я вообще не встречал. И этот опыт, опять-таки, уникален, его можно представлять на российском уровне. Вот, уважаемые члены общественной палаты, я прошу вас, если у вас есть какие-нибудь программы, или вы собираетесь писать, обращайтесь к нам, используйте наш опыт, мы готовы им делиться. А то же самое правительству, если вы собираетесь писать программы, которые касаются работы, ну пожалуйста, учитывайте наши опыты. Я знаю, что у нас здесь замечательная программа «Молодежка Касси» Мы готовы работать вместе с вами, да, для того, чтобы наш молодежь был лучший, как молодежь Васильевна. Мы готовы работать вместе с вами. Спасибо. 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 Уважаемые. Уважаемые члены Общественной Палаты Республики, в течение прошедших шести месяцев после подписания «Соглашения о социальном партнерстве и гражданстве в мире и согласии между правительством Республики Хакасия и общественными объединениями Республики на 2005-2008 годы, на это председатели Общественной Палаты Республики Хакасия Алексея Ивановича Лебедя поступили заявления о приеме в общественную палату от следующих общественных объединений. Хакасского Республиканского Женского Общественного Движения Материнская Забота, Общественная Организация Клуб Любителей Животных Фауна Республики Хакасия, Хакасского Регионального Отделения Общероссийской Эколога Гуманитарно-Общественной Организации «Миллион друзей». По поручению Алексея Ивановича заявления были рассмотрены на заседании Президиума Общественной Палаты от 6 октября и было принято решение о приеме их в общественную палату, а также подписание с руководителями данных объединений соглашения. Таким образом, для подписания соглашения о социальном партнерстве в гражданском мире и согласии между правительством Республики Хакасия и общественными объединениями на 2005-2008 годы просим подняться в Президиум руководителя общественных объединений Голикова Вячеслава Юрьевича, Президента общественной организации Клуб любителей животных по автору Республики Хакасия. Нерубаева Галина Петровна, Председателя Хакасского Республиканского Женского Общественного Движения «Материнская забота». Савчук Ирину Петровну, Председателя Хакасского Регионального Отделения Общероссийской Эколога Гуманитарно-Общественной Организации «Миллион друзей». Идет процедура подписания соглашения. Елен workflow 7 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Да. Спасибо. 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 Ну, короче, боюсь, что мне доработало, печати не хватает, но извините, пожалуйста. Спасибо. 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 Спасибо.